Начинаю свой новый проект шитьё из кромок. У меня есть коробка волшебная. Я накопила кромок. Это просто восторг. От постельного белья, от других проектов. Все утюжком прогладила, подготовила. Всё буду показывать. Выкраиваю с запасом утеплитель. И теперь я буду полоски пришивать наоборот. Вот так. Точно таким же способом. Но не буду делать фигурные отделочные строчки. Полоски я буду пришивать, вот оставляя место по краям. Пришью по краю горошки, как на первой детали. Опускаю иголку. Включаю кнопку. Шью без педали. Мне пока так удобнее. На быстром ходу тоже нормально всё получается. Делаем точно такую же вторую деталь. Так же пришиваем подкладку, выворачиваем. Всё делаем так же. Вот они две детальки. Почему я одинаковые сделала с этого края и с этого? Чтобы присоединить, ну где сумка будет на сгибе, там будет одинаковая ткань. Так лучше будет. И внизу тоже одинаковая, пусть будет ткань. Я постаралась вот утеплитель как можно больше обрезать, прям до края. Выворачиваю. Две детали сумки должны быть абсолютно одинаковые. Теперь надо сделать ручки. Выровнять верх. Две детали лицевыми сторонами. Здесь вот нужно на один сантиметр прошивать. Пока я прошью только середину сумки. Верх не буду, потому что ручками займусь. И вот мне не нравится, здесь всё-таки грубые получились уголки. Я вот думаю, что мне сделать. Обрезать их и как-нибудь зашить. Точно. Не жалею, режу. Всё. Обработаю и будет шикарно. Когда что-то не нравится, лучше переделать. Всё. Теперь меня всё устраивает. Здесь можно беечкой. Можно вообще на руках просто подшить. Ничего здесь не развалится. Сто швов. Вот такой карман, я думаю, для маски. Эту вещь нужная или мало ли что ещё пригодится, да? Время заняться ручками. Одну я уже сшила. И всё просто. Ткань 10 сантиметров шириной по линейке вырезала, выкроила. И на флизелин. Ну, чтобы потвёрже было. Это такая лента. Ремень. Хочу сказать, что я не до конца делала, потому что будем пришивать на сумку. Здесь загибать, чтобы не было толстого места для пришивания. Вот так я придумала делать ремень к сумке. У вас может быть свой метод. И всё. И прошиваем на швейной машинке строчки. Вот он будет прочный, по длине. Пока у меня 73 сантиметра, потому что вот это место, оно пойдёт внутрь ручки. Замерю вот это расстояние, то что будет видно. 55 сантиметров. Можно побольше сделать. Это зависит от роста человека. Всё. Прошиваем ручки. Маски. Маски. Субтитры сделал DimaTorzok Это у меня мини-гладилка из старой разделочной доски. Я вот так подкладываю ее и вот это шоу буду. Ручки пришила, зашиваю второй край и делаю косой бейкой окантовку по верху сумки. Косая бейка у меня 5 сантиметров шириной, вот в ширину линейки. Пришивать буду по лицевой стороне. Здесь у меня расстояние позволяет все это делать. На ширине 1 сантиметр я буду пришивать. Я пришила косую бейку и что скрывать, шов делала два раза. Сначала он был неровный, потом опять чертила, опять прошивала. И смотрите, как я сделала место соединения. Так как я буду подшивать на руках, я здесь все аккуратно попробую сделать незаметненько. Хотя, смотрите еще в чем ошибка. Можно было это место соединения вот здесь сделать, а оно у меня получилось на самом видном месте. Так бывает, не все продумала. Теперь, значит, что делаем, отгибаем и на руках аккуратненько подшиваю. Вот так. Вот нашла ниточки, прям чуть-чуть у меня ниточек в тон. Все подшила на руках. Смотрите, ручки все закрепила. Выворачиваю сумочку. Все аккуратно и красиво. И здесь тоже. Я не придумала сверху ни молнию, ни застежку. Можно сделать вот такой клапан. Или просто поставить две кнопки. Нет, для кнопок, мне кажется, толстовато. Попробовать можно. Я решила сделать кнопки, потому что с Алиэкспресс у меня пришел вот такой прибор для кнопок, для установки кнопок. Беру шило и насквозь прокалываю. У кнопки четыре детальки. Папа, мама, не знаю, как называется. Вставляем одну. На нее одеваем. Вот так. Немного неудобно, но я попробую. Зажимаем приборчики и нажимаю. Субтитры сделал DimaTorzok